Привет всем! Прошло уже два месяца с момента выхода первого видеодневника разработчика. Мы упорно работали и уже успели порядком соскучиться по нашему общению с вами. Нам кажется, пришло время немножко приоткрыть занавес над игрой и рассказать о том, что же ждет вас всех в Сервариум. Сегодняшний наш рассказ о самых важных и базовых составляющих игры. Мы будем говорить о сюжете, об атмосфере Сервариум. Также мы поговорим о персонаже, за которого вам предстоит играть. И в двух словах опишем игровые режимы, которые мы запланировали для игры. Ну что ж, начнем! Не знаю, когда и как это началось. Нашу часть отправили в Сибирь с приказом расчищать дороги от зарослей. Чем ближе мы подъезжали к цели, тем больше все напоминало войну. Огромные цистерны с напалном, танки, авиация. Мы расчищали один сектор за другим, а другие зарастали еще сильнее. Мы отступали километр за километром, оставляя поселки и города. Никто не понимал, что происходит. Искали виноватых, а не находили. А потом, потом свершилось чудо. Какие-то ученые из лаборатории сказали, что у них есть вещество. Гербицид. Они что смогут, что они смогут справиться с лесом? Ха-ха-ха-ха-ха. Ах, как мы радовались, когда лес отступил. Это был праздник. Последний праздник цивилизации. А потом наступил 2020 год. Была весна. Зацвели деревья. И огромные облака пыльцы накрыли города. Думали, что это обычная аллергия. Но очень скоро начались первые смерти. Врачи ничего не могли сделать. Человек за сутки буквально сгнивал заживо. От эпидемии вымерла большая часть человечества. Много людей. Очень много. А те, кто пережил, привыкали. Без электричества, машин, кондиционеров и супермаркетов. Дальше шесть лет выживания. Прячась, как крыса, среди мышеловок. Размышлялся это время о случившемся. Иногда жалел, что не умер в самом начале. Сейчас я понимаю. Мне, нам, человечеству, дан еще один шанс. Теперь я не могу просто так сдаться и умереть. Мы играем за одного из выживших после экологической катастрофы. Наша цель – выжить в этом мире и стать сильнее. Для этого мы выполняем различные миссии от группировок. Получаем за это опыт, деньги, а также улучшаем свою репутацию с группировками. Получая опыт, игрок может улучшать один из пяти навыков своего героя. Навыки различные. Это может быть стрелковая подготовка, то есть улучшение навыков владения с оружием. То есть быстрее прицеливаться, точнее стрелять. То есть физическая подготовка – это скорость перемещения, а также переносимый вес. Медицинские знания – это умение обращаться с лекарствами, стимуляторами и подобного рода вещами. Техническая подготовка – это умение обращаться со сканерами, с разными хитрунными ловушками, приборами. И последний пятый навык – это знание нового мира, изменившегося, в котором игрок может лучше обращаться с аномалиями, с артефактами, а также избегать некоторых опасностей нового мира. За каждое повышение навыка игрок получает небольшое пассивное преимущество. Но раз несколько уровней, он получает определенную новую способность, так называемый перк, который может давать ситуативный, очень мощный бонус. Это может быть как увеличение времени спринта, так и особый режим стрельбы снайперского оружия с задержкой дыхания. На данный момент мы все еще экспериментируем с данной системой, поэтому с радостью услышим все ваши идеи и замечания по этому поводу. За заработанные деньги игрок может купить новые предметы, амуницию, группировок. Но он не сможет купить все сразу, потому что у нас в игре есть такое понятие, как репутация. То есть группировки не продадут вам самое лучшее оборудование, пока не уверены вас. Репутацию нужно прокачивать. Это делается с помощью специальных заданий от группировок. В режиме командного боя противникам предстоит сражаться друг против друга. На карте в случайном порядке разбросаны элементы защитной конструкции, которые командам нужно будет найти и принести на свою базу. Игрокам нужно будет справиться за ограниченное время, до наступления шторма, смертельного природного катаклизма. Побеждает та команда, которая за отведенное время успевает собрать и принести на свою базу все необходимые элементы. Если ни одна из команд не справляется, то проигрывают обе. Также интересной особенностью является то, что недостаточно просто принести элементы на свою базу. Их также нужно будет удержать, потому что команда противника может воспользоваться и попросту украсть их с вашей базы. В режиме кооперативного прохождения игрок вместе со своими друзьями или со случайными напарниками будет проходить цепочки последовательных миссий, которые задизайны таким образом, что в конце каждой миссии он узнает какую-то новость, какую-то особенность, какую-то тайну о сюжете. Эти миссии могут быть самые разнообразные. Это может быть исследование, оборона, сопровождение конвоя, поиск артефактов, изучение аномалий. В общем, абсолютно разнообразные. Причем, сложность следующей миссии гораздо выше, чем предыдущей. Таким образом, что пройти все миссии сразу – это достаточно мощный вызов. Мы ожидаем, что прохождение всех миссий займет у игроков какое-то время, хотя бы месяца два. Но основная идея в том, что события следующей миссии будут зависеть от того, как игроки пройдут предыдущие. Этот режим – настоящая изюминка для любителей атмосферных приключений. Здесь каждый свободен и играет сам за себя. Он вправе выбирать, кому помогать, против кого сражаться. Игрок появляется на одной из стартовых позиций на большой карте, наполненной разрушенными индустриальными комплексами, погибшими жилыми домами, непроходимыми зарослями леса. Уровень населен жуткими мутантами и смертельными аномалиями. Этот режим рассчитан на 20-30 игроков. Игроки сами выбирают путешествовать им в одиночестве или сбиваться в группы, чтобы повысить свои шансы на выживание. Выживание – один из важных аспектов этого режима. Здесь игроки помогают друг другу спасаться от аномалий и защищают друг друга от мутантов. Наполнение карты случайно и зависит от действий игроков. Это создает эффект непредсказуемости и постоянной опасности. У игрока всего одна жизнь. И чтобы выполнить задание, ему надо выжить и добраться до одного из выходов с уровня. В следующих дневниках мы расскажем о каждом из пунктов более детально. А также остановимся на других, еще не затронутых, составляющих игры. Спасибо за внимание и до скорого!